Рубрика новой технологии для меня очень интересна. Почему? Ну, потому что я сам инженер и почти кандидат технических наук. И, соответственно, ничто интересное мне не чуждо. А сегодня мы приехали сюда, на Гагарина 52, в автомоечный комплекс Твой Додыр. Для того, чтобы вам продемонстрировать в деле то, что не так давно объявило наше ненаглядное, теперь уже бывшее правительство, это внедрение нанотехнологии. И поэтому я уже девятый год не продаю свой ненаглядный Форд Торос. Абсолютно безупречная, надежная машина, над которой можно поизмываться. Вот мы сегодня и поизмываемся. И вот он готов. Помытенький и чистенький такой легендарный автомобиль. Готов так же, как 9 лет назад. Да, тогда автостоп был еще мечта, но мои мечты у иномарки реализовались в одном из самых надежных америкосов. Тогда обработка обошлась мне в 200 до дефолтовских долларов. Сегодня в автомоечном комплексе Твой Додыр эта операция гораздо дешевле. И пока специалисты производят первоначальное действие, специализированным чистящим составом, вам немного технологической информации. Тем, кто не знает или забыл, расскажу. По сути, стекло является одним из самых устойчивых материалов, проигрывая только парафину и полиэтилену, борьбу с половиковой кислотой. И при этом внедрить что-то в пространство между молекулами этого прозрачного защитника можно только на нано-уровне, чтобы было доступнее объяснено. Луковая кожица толщиной в несколько клеток. Даже в самой тонкой клеевой сопле, которую вы безуспешно пытаетесь тереть с тюбика, в самом тонком месте несколько молекул. А нано-жидкости работают на уровень вообще невидимым глазу. И внедрившие стекло обеспечивают на и легчайшее скольжение каплям воды. И первоначальный эффект мы вам продемонстрируем самым наглядным образом. Кто-то может сказать, что новые технологии это всегда дорого. Да, это действительно дорого и эффективно одновременно, потому что это новые технологии. Потому что для разработки этих технологий были потрачены миллионы, а иногда и миллиарды долларов. И они работают, кстати. Вы посмотрели, как работает мистер Кэп. Кто-то может сказать, что достаточно дорого. Но автомоечный комплекс «Твой Додыр» и сегодня это представитель, единственный представитель, кстати, на Южном Урале технологии «Мистер Кэп», предлагает вам весь перечень своих работ в кредит, кстати. И это совсем недорого. И это очень даже доступно. А теперь, ну, после того, как мы немножко помучились нашим ненаглядным Тарасиком, мы выйдем на дороги города. Тем более, что и дождик начался. И каков он будет, этот эффект. Вот внедрение нанотехнологий. Ну что ж, дождавшись дождика, давайте начнем эксперимент. И сразу оговоримся. Максимальный эффект достигается при скоростях, которые в городских условиях достигнут не совсем законно. Но и здесь эффект на стекло, а точнее на стекле, лобовом. Поверхностное натяжение. Вот что держит крупные капли на необработанной поверхности. И отсутствие оного на обработанной позволяет более мелким легко скакиваться. Примерно такой же эффект вы увидите, капнув водой в подсолнечное масло. Или в любимый всеми мужским населением растворитель водку. Конечно, сравнивать употребление алкоголя и нанообработку не совсем корректно. Но в случае с грамотным применением и первого, и второго, приятно, блин. А вам разве не приятно видеть всю дорогу через чистое стекло? Или отдуривать на трассе после многочасового дергания дворников? И эффект этот виден. И в случае ковыряния в грязно-водно-пылевой смеси за вкурами. Конечно, можно было бы вас грузануть и формулами, и научными выкладками. Но не будем это делать. А посоветуем приехать в автомоечный комплекс Войдодыр. Там творят и не такие чудеса.